131-й федеральный закон о местном самоуправлении успешно реализуется в Прикубанском сельском поселении. Там при взаимном сотрудничестве власти и населения постоянно ведутся работы по освещению улиц, готификации дымовладений, благоустройству территории. На днях новая стела с удивительной историей украсила еще одну улицу хутора Прикубанский. Тему продолжат мои коллеги. Прикубанское сельское поселение по праву считается казачьим. Среди первых казаков, заселивших хутор, семья Столяровых. Они прибыли сюда еще в XIX веке. После раскулачивания многих из них переселили в Ставрополье. В Прикубанском остался Лука Сафронович, потомок первых Столяровых, дедушка Любови Цукановой. До наших дней сохранилась родовая хата казаков. В ней жил казак Лука, его дети и внуки. Назвали улицу имени Столяровых, Стелу, как бы сегодня устанавливают. Значит, это одобрили хуторяне. Для меня это очень приятно. Потомки Столяровых сейчас одна из самых больших семей в хуторе. Представители местного казачьего общества, среди которых и сами Столяровы, приняли участие в установке стелы с названием улицы в Прикубанском. Это не просто табличка. Здесь появился целый культурный комплекс. Он представляет собой стенд, территорию которого украшают вазоны с цветами. По инициативе администрации, без угла у Николая Степановича, инициатива добрая, мы ее поддержали. Потому что абсолютно правильно. Нужно помнить свои корни. И слово память должно быть все-таки с гораздо другим значением. Их много, мы ими гордимся. Они все внесли на протяжении всей истории нашего хутора Прикубанского значительнейший в клан в становление хутора. Казаки Столяровые оставили действительно немалый след в истории хутора Прикубанского. Материалы об их семье хранятся в музее боевой славы и казачьего быта поселения. А теперь память о них увековечена и в новой стеле с названием одной из улиц хутора.